Великий детский писатель Ганс Христиан Андерсон родился более 200 лет назад. Он прожил долгую жизнь и написал за это время много романов, пьес и рассказов. Однако все они забыты. И сегодня мы знаем его как детского писателя. И в 21 веке сказки Андерсона не теряют своей актуальности. Они поднимают вечные темы и ищут ответы на волнующие всех детей вопросы. В этих сказках морально-нравственный выбор. Герои делают выбор, очень сложный для себя, и зачастую погибают. Это есть далеко не во всех детских сказках, которые оканчиваются хэппи-эндом. И этим лично мне дороги сказки Андерсона. И я думаю, каждому из нас, ведь наше детство невозможно представить без сказок Ганса Христиана Андерсона. Чтобы глубже погрузить детей в мир произведений великого датчанина, сотрудники Молодежного библиотечно-информационного центра рассказали интересные факты из биографии писателя и провели викторину на знания его произведений. Также библиотекари придумали игры и конкурсы, связанные с миром произведений Андерсона. Например, ребятам предстояло найти горошину или наклеить на ватман жителей морского дна. Также мы сегодня проводили веселый танец маленьких утят. Просто на внимание, на скорость, на внимание, кто быстрее на сноровку, кто быстрее успеет нырнуть в канавку, то есть не зайти за черту круга. Также вот был конкурс на построение, это кто быстрее, кто ладнее построится. Также на команду, на команду конкурс командный. Павел Гунбин с раннего детства знаком с яркими и неповторимыми героями книг Андерсона. Самая любимая его сказка «Огниво» о солдате, который преодолел все испытания, выпавшие на его долю, и сумел перехитрить ведьму. Мне нравится солдат, потому что он такой храбрый, он победил ведьму, и он разбогретел. Маленькая Василиса Широкова только открывает для себя сказки Андерсона. Гадкий утенок особенно запал в душу девочки. Эта сказка учит, надо не обращать, что тебя обзывают как-то, а надо любить себя, какой ты и есть. Следующая встреча библиотечного дворика, которая состоится 31 июля, будет посвящена сказке Корнея Чуковского «Айболит» и пройдет в форме квеста. Начало 18 часов, без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.